С мячом Тагир Хайбулаев управляется ловко. Он всегда болел за крылья советов, а в детстве, как и многие дети, любил поиграть в футбол. Теперь такая возможность выпадает редко. Футбол бывает, но изредка. Потому что основной вид спорта – дзюдо, чтобы не было лишних травм, еще чего-то. Футбол бывает для разнообразия, но очень редко. Сейчас самарский спортсмен готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Казани. В плотном тренировочном графике Тагир выделил время, чтобы побывать на тренировке крыльев. Игровки охотно приняли чемпионов в свои ряды. Три на три мы против вас не выиграем. Там потому что единоборство нужно. Тагир Хайбулаев стал третьим послом от Самары на чемпионат мира по футболу. Ранее этого звания были удостоены космонавт Олег Каноненко и музыкант Сергей Войтенко. По рекомендации ФИФА послов должны определить все города-организаторы чемпионата мира. Это должны быть заслуженные представители своей профессии, прославившие свой город и регион. Такой человек – это, наверное, первое лицо, которое вправе, достойно представить город, проводящий чемпионат мира от Российской Федерации. Спортивная карьера Тагира – это лучшее свидетельство тому, какие возможности для современного молодого человека представляет наша жизнь. Я думаю, что Тагир своим опытом, своей успешной карьерой, которая еще продолжается, будет служить прекрасным образом для подражания всей той молодежи, которая бы хотела посвятить себя спорту, здоровому образу жизни. Для меня это очень приятно, что город доверил мне такую честь, быть послом чемпионата мира, представлять свой город, весь чемпионат, рассказывать о своем городе, гостям. И, может, иностранцам еще. Поэтому для меня это очень приятно, я с удовольствием тоже буду представлять наш город. Послы будут продвигать здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и города-организатора футбольных матчей. Имена послов объявят в течение года, пока известно, что их семь, но, возможно, это количество не окончательное, и послов от Самары может стать больше. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События.